Итак, всем привет! Ну что ж, начнем разбор нашего 22-го задания. Так, ну, что могу в принципе сказать, да? 22-ое задание не такое уж оно и сложное с одной стороны, но все зависит исключительно от вашей удачи, потому что некоторым подается задание, на которое более-менее можно ответить, а некоторым подается задание, в котором один балл вы точно сможете получить как угодно, а вот второй балл, он будет иногда, скажем так, доступен немногим, назовем это так. Ну что ж, давайте для начала. Если говорить про 22-ое задание, то вы должны понимать, что в 22-ом задании всего 2 балла. И чаще всего писать сочинение на 22-ое задание не нужно. Чаще всего эти 2 балла состоят, что называется, из практики. Один балл целиком состоит из того, что можно вытащить из вопроса, и вот этот балл как раз-таки вы можете взять себе, в принципе, да, на вооружение, а второй балл это тот балл, который связан с вашими знаниями. Иногда они друг на друга влияют, иногда нет. Тут все зависит от того, какой форме будет задание. В принципе, если изучить Рохлого, то можно сделать небольшую классификацию 22-ых заданий. То есть на такие темы они будут. И вот согласно этой классификации я и составил свои собственные, ну не свои собственные, а вот эти вот вопросы, вот эту подборочку, которую мы сегодня с вами порежаем. Итак, для начала, для начала то, что касается селекции. Я вам уже на наших ТВЕшечках, да, на наших как раз вариантах давал задания, в которых были такие вещи, как гетерозис, да, такие вещи, как мутагенез и так далее. То есть мы там уже чуть-чуть с вами все-таки говорили про эти самые штуки, которые издаты в втором задании. Теперь вот такой вопросик, да, то есть у некоторых декоративных растений нет тычинок и пестиков, как их разводить и какой метод биотехнологии используется для быстрого размножения этих растений. Для начала, какой метод биотехнологии, какой метод? Смотрите, если сказать вам про методы селекции, методы селекции, то вы должны знать, что они подразделяются под генную инженерию, клеточную инженерию и классические методы селекции. Классическим методом селекции относятся гетерозис и мутагенез. Мутагенез, прививка тоже, кстати, мутагенез. К клеточной инженерии это их размножение методом культуры ткани. То есть это культура ткани. И, конечно же, здесь вопросом-ответом на наш вопрос звучит именно культура ткани. Тогда, когда вы берете растение, берете его, можно сказать, листочек, я упрощаю, но тем не менее, вы берете листочек, кидаете его на питательную среду, на этой питательной среде они очень быстро, эти клетки размножаются, и, соответственно, потом вы частично эти клеточки вырезаете, ставите на нормальную среду, и все у вас хорошо растет. Это метод культуры тканей, или, как он тоже называется, микроклонального размножения. Микроклональное размножение. Тоже, в принципе, культура клеточной инженерии. Теперь генной инженерии. Это, конечно же, получение ГМО, генетически модифицированных организмов. Ну, или, обычно говорят, это рекомбинантные ДНК. То есть рекомбинантные гены. Рекомбинация генов. На самом деле, здесь ничего такого сложного нету. Обычно, вот для того, чтобы дать растениям какой-то признак, которого у них уже еще пока не было, да, то есть чрезмерную засухоустойчивость, выборку каких-то там условных витаминов, выработку каких-то, не знаю, дополнительных пигментов или чего-то еще, да, действительно, можно использовать генную инженерию. Вот. То есть, смотрите, еще раз, генная инженерия для того, чтобы дать растению признак, которого не было до этого, культурная, клеточная инженерия нужна для того, чтобы размножить эти самые растения, а классические методы селекции уже уходят потихонечку в прошлое, они повышают количество признаков для отбора, для искусственного отбора, то есть для селекционного отбора. Вот. Ну и вопрос, опять же, который чаще всего происходит, если у вас растения не дают пестиков, тычинок, если у вас растения, например, не дают семян, не могут как-то размножаться каким-то усованные грейпфруты, то как их размножать? Их разводят классическим вегетативным способом, да, то есть веточками, черенкованием, корневыми отпрысками, то есть любыми методами вегетативного размножения. Вот. То есть это, в принципе, на самом деле задание, я бы вам сказал, что оно крайне разнообразно, связанное с селекцией, да, тем не менее, более-менее до ума это все равно дойти до этого можно все-таки, да. У нас в 22-м не так уж и часто встречаются какие-то очень такие сложные, непонятные опросы, тем не менее, часто методы там есть. И вот поэтому второй мой, как раз-таки, такой подборочка. В принципе, можете писать ответы в рабочую тетрадь сами, да, потому что вы уже можете потренироваться, а еще лучше сделайте вот так. Сначала напишите ответы сами, а потом посмотрите видео и узнаете, какие ответы, собственно, нужно будет писать. Так, у меня небольшая проблемка с подшетом, поэтому писать я не буду, но зато буду говорить. Да, я думаю, со слов вы сможете узнать, о чем идет речь. Итак, первое. Известно, что в растительных клетках присутствуют два вида хлорофива. Хлорофив А и хлорофив Б. Ученому для изучения их структуры необходимо разделить, не выделить, а разделить эти два пигмента. Какой метод он должен использовать для их разделения и на чем он основан? Это наша старая-старая-старая-старая тема. Она идет у нас под номером 2. То есть, в принципе, вот вообще в сентябре, еще очень-очень-очень давно, мы с вами говорили именно про вторую нашу тему, которая называлась методы биологии. И это, конечно же, тот самый метод биологии. Здесь первый балл звучит, именно вытекает и очень легкий. Это всего лишь слово хроматография. То есть, действительно, вы можете просто написать первое. Это хроматография. А второе, что такое хроматография? Хроматография это метод разделения химически близких веществ, да, то есть, которые по массе близки, основанный на различной скорости их прохождения через адсорбент. Еще раз. Метод разделения химически близких веществ за счет различной скорости их прохождения через адсорбент. От сорбента могут быть чаще всего спирт какой-нибудь, ацетон или что-то подобное, да. Ну и вы цветом можете как раз их разделить, чаще всего именно цветом все это делается. Ну вот, например, вот, пожалуйста, бумажечка для того, чтобы разделить эти пигменты. Тут, конечно, очень тонкие такие эти, но вот хлорофилл А и вот хлорофилл В. Да, кстати, в домашних условиях почти получается это сделать. Бета-каротин тоже очень хорошо выделяется, да, есть такое. Все эти пигменты находятся в листьях и, соответственно, поглощают определенные части спектра. И вот за счет хроматографии можно их разделить. Да, кстати, хроматография это еще, напомню, тест на беременность. Тоже хроматография. Так, теперь давайте второй момент. Это вот такой вопрос. Каким методом ученый может определять, отделить ядра клеток от остального содержимого, на чем основан этот метод? В 2019 году был этот вопрос в настоящем ЕГЭ и звучал он вот так вот. Там вам дали, что называется, клетку с ее органоидами, да, и спросили, какие органоиды отделятся самыми первыми. Для начала метод называется центрифугирование, да, центрифугирование. На чем основан этот метод? Он основан на различной скорости оседания веществ в зависимости от их массы. Ну, за счет центробежной силы. То есть вы ставите какую-то пробирочку внутрь центрифуги, она эту пробирочку раскручивает, и в зависимости от массы нашего вещества или нашей частицы, она может осесть на дно, либо плавать на поверхности. Только все зависит от массы. И вот таким образом мы разделяем кровь, например, да, центрифугой на плазму, эритроциты и, допустим, лейкоциты, говорят, да, на их границе. Но на самом деле чаще всего отделяют гематокрит, так называемый, то есть твердую, как сказать, твердую фракцию, да, то есть которые представляют собой форменные элементы от плазмы крови. Вот. Вот это гематокрит называется, вот эта часть, которая есть здесь, вот это гематокрит. Это как раз то, что тоже может у вас быть. Так, это первое. А второе, если говорить уже про клетку, то, конечно же, вы тоже можете отделить органоиды, да. И первыми отделятся ядра, потому что они самые тяжелые, они упадут прямо на дно. Затем будут двухмембранные органоиды, хлоропласты и метахондрии, затем все мембранные органоиды и наверху останутся рибосомы. Да, вот так. Ну, то есть это классическая структура разделения именно в ЕГЭ, конечно же. Там, на самом деле, можно и эти мембранные органоиды поделить, и рибосомы не совсем самые легкие, но не суть. Не суть, в принципе, пускай будет вот так. Теперь давайте вот такой вопрос. Он связан больше вот с какими-то такими моментами, с различными, как-то сказать, физиологическими моментами, да. То есть вот мы сейчас еще посмотрим, там еще будет подборщика, связанный как раз с человеком. Итак, ну вот, например, опять 2019 год, и опять объясните, почему у вирусов нет собственного обмена веществ? Почему они могут измножаться только в клетке? И, напомню, я этот вопрос уже вам говорил, и звучал он вот таким вот образом, что довольно странно. Звучал он вот так. А не вопрос, а вот именно ответ звучал вот так, что у вирусов нет для начала собственных органоидов, которые выполняют различные функции обмена. Это первое. А второе, конечно же, у вирусов нет ферментов. И вот если ответ по поводу органоидов многие люди ответили, то по поводу ферментов, наверное, отвечали, но если не единицы, то вот на моей памяти я не видел ни одного правильного ответа на два из двух как раз-таки по этому заданию. Только потому, что люди... Ну, согласитесь, что слово ферменты к вам в голову не придут точно, когда вам говорят про вирусы. А тут вот именно и нужно было написать то, что в голову вам не пришло. Вот так. Ну, то есть, опять же, причем, знаете, вот в ответе именно тупой ответ. Нет органоидов, нет ферментов. Все. И вы получаете два из двух. Вот как бы странно, да? То есть можно писать сочинение и получить только один. А можно сделать там ошибку и получить вообще ноль. Так, ну ладно. Теперь давайте второй вопросик. Этот вопросик более старый, 2017 года. Итак, бактерии Шерихиколи, симбион человека, живет в его толстом кишечнике. Отлично. Вы посеяли одинаковое количество бактерий на пяти чашек петли. Чашки вы поставили в пяти разных термостатов. 5 градусов, 20 градусов, 35 градусов, 50 и 65. На какой из чашек вы ожидаете видеть максимальный рост бактерий? Ответ поясните. Ну и здесь опять же, смотрите. Да, первое, кстати, то, что я не сказал. 22 задание чисто теоретически называется, как применение знаний о биологии на практике. Да, именно поэтому вас и спрашивают вот такие вот странные вопросы, что называется, которые вас могут спросить, даже когда вы еще учите потом в университете, прям в лоб, прям на экзамене вы сидите и вас спросят, а почему это вирусы не имеют соусноменную вещество? И вы вот как раз таки проверяете, на самом деле, ваше, как-то сказать-то, не то что знание, да, то есть, а ваша психика, потому что если вы не растеряетесь, то значит вы справились. Но люди чаще всего теряются. Есть такое. Ну вот второй вопрос, это все-таки такой более простой, потому что он связан именно с практикой. Так, эшерихия коли это симбионт именно человека, а стандартная температура человека это 36,6. Соответственно, чем ближе температура к 36,6, тем быстрее будут жить наши бактерии. Вот, собственно, 3 плюс 35, это те самые, как раз таки, та самая температура, которая вот нужна для того, чтобы хорошо жили эти самые бактерии. Вот. Ну, а вот я опять же и повеснил, да, то есть это вопрос очень простой. Ну вот опять же, очень можно легко отличить. Те вопросы, которые были в недавнем ЕГЭ, они вот будут, мы с вами на семинаре про них поговорим. Кстати, кстати, именно на семинаре. Вот. А это вопросики такой вот уже, ну не могу сказать, что не первой свежести, они могут спокойно вернуться к нам. Вот так. Но тем не менее, вот этот вопросик уже более-менее можно. Затем, давайте раз про физиологию различных микроорганизмов, то вот такие два вопроса, которые тоже, в принципе, условно, легко отвечаются. Так, в вашей рабочей тетради первый вопрос вот этот вот. С какой целью при выпечке хлеба и хлебополучных изделий применяют дрожжевые грибы? Какой процесс при этом происходит? Ну, с какой целью? Если кто-то из вас ставил тесто когда-нибудь, то знайте, что есть тесто двух типов. Дрожжевое и бездрожжевое. И вот если в дрожжевом тесте у нас оно пушистое и воздушное, то бездрожжевое оно как камень почти. Да, то есть из него там какие-то печеньки делают или что-то еще. Но если вам что-то нужно, хлеб выпечить или какие-то пироги большие, крупные, то, конечно, вам нужны дрожжи. Так вот, получается, дрожжи делают хлеб более пушистым. За счет чего? Ну, это главный вопрос. За счет брожения. За счет спиртового брожения. Во время спиртового брожения происходит следующий процесс. То есть у нас С6Н12О6. Это глюкоза. За счет брожения делится на две молекулы спирта. С2Н5ОН. И две молекулы СО2. Вот этот самый СО2 и будет надувать ваше тесто. Первое. А второе, именно этот СО2 и будет надувать, например, пакет кефира, у которого вышел срок годности, который находится где-то у вас в холодильнике. В принципе, вот так все это происходит. Потому что там и в кефире, и в тесте есть те самые дрожжи. Теперь дальше. Вот за счет этого СО2 надувается как раз-таки наш хлебушек получается. Пузырьки внутри хлебушка. Оно становится воздушным. Так. Ну, а вот что делается со спиртом? Куда девается спирт? А спирт у нас просто вылетает в процессе того, как вы запекаете хлеб. Вот и все. Именно поэтому спирт вы даже не ощущаете в самом тесте. Вот это как раз и есть тот самый способ, с помощью которого у вас определяется, как работает дрожжь. Ну, а теперь второй вопрос. Тоже про брожение, только немножко другое. Какой биохимический процесс происходит при квашении капусты? Почему квашенная капуста долго сохраняется без гниения? Я помню на одном из семинаров, я уже вытаскивал этот вопрос. Вообще, почти все вопросики, которые есть в сегодняшней подборке, так или иначе, мы хотя бы чуть-чуть затрагивали на семинарах. Хотя бы чуть-чуть. Но, так как я знаю, что семинары смотрят не все, посещают тем более не все, поэтому я решил вот эти задания все-таки вытащить сюда. А людям, которые уже эти вопросы как-то вроде бы помнят на самих семинарах, которые посещали семинары, вот для вас как раз и вот эта вот задачка есть. Вы сами пишете ответ, а потом проверяете с тем, как вот я, собственно, как нужно было ответить. Итак, какой биохимический процесс происходит при квашении капусты? Ответ. Брожение только кисломолочное. Кисломолочное брожение. Да. Ну и почему как раз-таки квашеная капуста долго сохранится без гниения? За счет молочной кислоты сильно закисляется среда, которая предотвращает развитие всех оставшихся бактерий. Вот так вот. То есть странно, да, что кисломолочные бактерии, получается, выделяют кислоту молочную, да, и эта молочная кислота предотвращает развитие всех остальных бактерий. Да, мне кажется, это прям гениальная такая установка природы. Кстати, вот с дрожжами такая же история. Дрожжи выделяют спирт не только как продукт метаболизма, но и как процесс, продукт, который позволяет им конкурировать на равных с бактериями. Ведь бактерии очень быстро размножаются, а дрожжи размножаются не так быстро. Получается, нужно как-то остановить бактерии, и наши грибы останавливают их за счет именно спирта. Так, ясненько. Теперь вот такой вопросик, который вот вчера просто, скажем так, на семинаре, да, мы с вами говорили о том, что есть, можно попасть в задание на болезни. И вот, пожалуйста, я, ну, взял вот и два таких задания, старых задания 2018 года, включил вот в эту подборочку. Итак, первый вопрос. Лекарственный препарат связывается с малой субъединицей бактериальной рибосомы, блокируя ее работу. Для лечения каких заболеваний прописывает этот препарат? Для заболеваний, которые связаны с бактериями, потому что наш лекарственный препарат является антибиотиком. Может ли данный препарат помочь при аскоридозе? Ответ – нет. Почему? Потому что субъединица бактериальной рибосомы является отличной от нашей, ну, как раз-таки от животной субъединицы. То есть, рибосомы внутри бактерий, внутри животных разные, и поэтому этот препарат не сможет действовать на животную рибосому. Вот так. В принципе, легко. Можно отличать. Теперь давайте вот такой вопрос. Лекарственный препарат нарушает целостность муриновой клеточной стенки, таким образом, нарушая клетки бактерий. Можно ли с помощью препарата вылечить грипп или амемную дизентерию? То есть, смотрите, вам либо задают два вопроса, и вы на каждый из них отвечаете, либо задают один вопрос, но который подразделяется. То есть, смотрите, почему нельзя вылечить грипп? Почему нельзя вылечить грипп? Грипп нельзя вылечить, потому что грипп является вирусом, а у вирусов, что называется, нет муриновой клеточной стенки. Соответственно, препарат не будет действовать на этот как раз таки тип организмов. Ну и амебная дизентерия, амеб, амеба, это у нас животное, и у животных опять никакой клеточной стенки, тем более муриновой, нету. Ну, ответ получается вот таков, что ни на бактерии, ни на амебу действовать не будет, потому что грипп является вирусом, нет клеточной стенки, и амеба тоже является, получается, животным, и тоже клеточной стенки у нее нету. Вот так. И здесь как раз таки вот в этом и есть ответ. Ну, опять же, я не стал слишком много таких вопросов делать, потому что, ну, они довольно простые на самом-то деле. То есть, там редко когда происходят какие-то очень странные вопросы, связанные с препаратами. Тем более, что раз мода на препараты прошла где-то в 2018 году, поэтому я думаю, что в ваших заданиях никаких таких препаратов уже, скорее всего, не будет. Так. Теперь анатомические такие вопросы, которые, собственно, бывали. Почему человек, находясь под водой, не может длительное время задержать дыхание, а выныривая, загноляет его с большой частотой? Первое. Почему человек не может под водой долго задерживать дыхание? Здесь момент в чем заключается. Все люди писали про кислород, а ответом был углекислый газ. Почему? В вашем организме накапливается углекислый газ в момент, когда вы его не выдыхаете. И именно углекислый газ стимулирует наш дыхательный центр. То есть, дыхательный центр человека работает не на недостаток кислорода, а на избыток углекислого газа. И поэтому, первое, почему мы должны вдыхать? Почему наш организм идет сигнал на вдох? Потому что у нас активируется дыхательный центр мозга, продолговатого мозга, который оценивает количество углекислого газа. И поэтому под водой человек начнет все равно вдохнет. Первое. Теперь второе. Почему выныривая, возобновляет его с большей частотой? Такая же история. У нас увеличивается количество углекислого газа в крови, и получается, чем больше углекислого газа, тем больше стимулируется наш продолговатый мозг, и мы больше дышим. Вот и все. Вот и все. Опять же, тут главное, тут уловка на том, что все люди пишут про кислород, а надо было написать про углекислый газ. Сомневаетесь? Пишите и про то, и про другое. Ведь кислород, про кислород, как бы не будет являться ошибкой. Правильно? Просто это будет не о том. Вот так. Так, ладно. Дальше. Чем опасна большая кровопотеря для человека? Вот, мне кажется, если я в списке самых тупых вопросов, которые есть в 22-х, это занимает, ну, лидирующие позиции. Почему? Первый вопрос, первый ответ очень логичен. То есть, у нас кровь транспортирует кислород, а раз у нас транспорт кислорода происходит, если его, если крови не будет хватать, не будет хватать кислорода, а значит, наши клетки будут голодать с кислородом, начнется гипоксия, из-за гипоксии не будет энергии, да, и, собственно, мы погибнем. Все, логично. И вроде бы вот это сочинение надо было написать. Но вторым пунктом, который был в ответе, он самый дурацкий, резко падает кровяное давление, и до мозга кровь не дойдет. И вот этот момент, конечно, в голову приходит, опять же, единицам, если кому-то вообще приходит. Вот я, честно, когда отвечал на этот вопрос, я думал как раз-таки про транспортную функцию крови, про гемоглобин, про гекислород, вот это все написать. А в ответе было вторым пустулатом именно в этот момент, что падает кровяное давление, и мозгу будет не хватать крови. Ну, вот как к этому отнестись, я даже не знаю. Знаете, это как вот такая старая детская игра, когда с ловками, тогда, когда вы должны придумать вопрос, на который люди будут отвечать вот так вот, а ответ должен быть другой. Да, вот примерно такая же история. Тут мне кажется, прям вот, кто-то попытался постараться вот так вот сделать этот вопрос. Тем не менее, готовьтесь к такому, поэтому попытайтесь, если вопрос звучит вот таким образом простым, попытайтесь с двух сторон подойти. И с правильной стороны, и как будто бы с другой. Есть такое. Итак, дальше. Почему при интенсивной работе тело человека разогревается, покрывается поток? Потому что при интенсивной работе у нас происходит кислородное дыхание, у нас происходят различные этапы вот этого самого дыхания, катаболизма, то есть разрушения, и при этом разрушается большое количество молекул, а при этом разрушение выделяется огромное количество энергии, которая расходится в виде тепла. Вот так. То есть тут нужно писать про дыхание, и то, что на первом этапе дыхания у нас выделяется большое количество энергии, которое загревает наш организм. Какую роль играет потоотделение в данном случае? При потоотделении у нас температура тела понижается. Почему? Потому что за счет испарения воды с вашего тела забирается излишек тепла от вашей кожи, который рассеивается в атмосферу. Конечно же, четко... Вот, понимаете, тоже у проверяющих в ответах будут четкие какие-то слова. Конечно же, вы не должны угадывать, в чем четкость ваших предложений. Вы не должны отвечать односложно на 22-е задание. Вы должны написать, ну, полстранички. Почему? Потому что там, в принципе, может быть, и скорее всего, будут как раз-таки ответы, которые есть у проверяющих в задании. Вот так. То есть вы не должны там как-то сильно стараться. Ладно. Дальше. Опять человек, и опять вот такие вопросики, связанные с напитками. Первое. Почему объем мочи, выделяемый за сутки, не равен объему выпитой жидкости? Ну, это прикольно. Кстати, вот прикол. Сделайте эксперимент. Попробуйте выпить энергетик, пол-литра энергетика, да, предположим, бутылку стандартную. И потом посчитать объем мочи, который будет у вас выделиться. И выделится гораздо больше, чем вы выпили. Вот увидите. Это как раз-таки энергетик делает очень странную вещь. Поэтому не всегда, скажем так, у нас выходит из нас меньше жидкости, чем мы выпили. Вот в данном случае, конечно же, идет вопрос о том, почему, если вы выпьете пол-литра воды, то выйдет из вас, что называется, 250 миллилитров. Все дело в том, что вода, кроме того, что выделяется через бочки, кроме этого, она, конечно же, еще тратится на метаболизм, на метаболическая вода первая, а второе выделяется вместе с потом. То есть пот и метаболизм. Вот две вещи, на которые тратится вода. Вот и все. Ванна. Второй вопросик. Почему летом в жаркую погоду рекомендуют пить подсоленную воду? Не просто пресную, а подсоленную. Все дело в том, что во время... Два момента. Два момента. Опять первый момент. Летом, во время, когда вы обычно, что называете, ходите, плюс 30 на улице, вы выделяете, у вас вместе с потом выделяется не только вода, но и соль. И эту соль необходимо в организм вернуть. Как бы, да? То есть восстановить водно-солевой баланс. Это первое. Второе, куда более интересное. Соль задерживает воду и не позволяет слишком многим, слишком большому количеству воды выделяться через ваш пот. Это как бы вот второй такой момент. То есть действительно, для того, чтобы вы будете испытывать жажду, но при этом потеть почти не будете. То есть вывод, ваш организм не будет страдать от обезвоживания. Вот в чем как раз интересный момент. Ясно, да? То есть первый, то, что восстановить водно-солевой баланс. А второе, это то, что вот как раз таки в вашем организме должно быть количество, скажем так, воды тоже постоянным, чтобы оно не испарялось. Так, почему, последний вопрос. Почему лекарственные средства лучше запивать водой, а не чаем, соками или кофе? Да? Итак, первое. Почему запивать именно водой? Вода хороший растворитель, и она должна растворить наше лекарственное средство. Так. А теперь, почему не чай, соки или кофе? Потому что, первое, чай, соки или кофе будут иметь другую среду, скорее всего, более кислую или более щелочную, и поэтому растворить нормальные лекарственные вещества не смогут. Первый постулат. Второй постулат. В чае, кофе или соках могут быть соединения, которые будут реагировать с этими лекарственными веществами, нарушат их структуру, и, соответственно, ну, сделают так, что лещество поменяется, и оно не будет действовать. Вот так. Тоже, в принципе, вполне себе логично. Я помню, как-то поймал себя на мысли однажды. Скажем так, однажды пришел к одному ученику, что называется, к одной ученице, а мы с ней постоянно пили кофе. Ну, то есть, вот она кофеманка, и поэтому она постоянно, короче, делала мне кофе тоже. Вот. И это забавно, что у меня как-то в тот момент болел зуб, и я такой, типа, так, у меня были в сумке таблетки нурофена, я взял, короче, этот нурофен, зашел, короче, к ней, и думаю, короче, ну, вот мне сделали кофе, отлично. Выпил нурофен, запил кофе, и тут меня уловлю на мысли. Я выпил обезболивающее и кофеин. То есть, один, боль уменьшает, а второй, боль увеличивает. В целом, я не снизил боль, да? Класс! Вот, то есть, есть еще один такой момент, что в некоторых веществах у нас есть вещества-антагонисты. И это, конечно, да, это, конечно, необычно. Кстати, вот люди, которые будут поступать в мед, вы будете учиться на фармакологии, будете рассуждать о том, как раз-таки, какие вещества взаимно уничтожают друг друга, первое, а второе, какие вещества взаимно усиливают друг друга и может привести вообще к катастрофе. Такое тоже бывает. Так, ладно. Теперь давайте вот такой опросик. Древние-древние тоже вопросы. Итак, почему малярию распространяются только в заболоченных районах? Потому что малярию переносят комары. А комары, личинки комаров, размножаются именно в воде. Ну и вот, собственно, все. Да, то есть тоже, в принципе, не так-то уж и трудно. Вот видите, старые вопросы, старые формации, когда еще директором вот этой биологической части ФИПИ была Калинская, было очень легко. Вот сейчас немножко сложнее. Вот такой вопрос. Почему нельзя пить сырую воду из диких водоемов? Здесь первый пустулат опять приходит на ум, я думаю, всем. Потому что в диких водоемах есть, что называется, возбудитель различных заболеваний. То есть, как пример, вот я вот нарисовал тут вот амеба какая-то дизентерина, какие-то бактерии и так далее. Первое. А второй пункт опять придет на ум немногим, но этот вопрос логичный. В воде, в сырой, в диких водоемах часто встречаются промежуточные части различных червей, конечно же. То есть, печеночный сосальщик там, например, и так далее. Вот. И если вы будете пить воду из диких водоемов, то вы можете стать либо окончательным, либо промежуточным хозяином этих самых червей. Вместо коровы, которая должна была выпить эту воду, вы пейте вы, и, соответственно, вы станете. Вот поэтому, собственно, нельзя пить сырую воду из диких водоемов. А микроорганизмы, Б это какие-то определенные черви. Так, все. Тут тоже понятно. Следующий пункт, в принципе, один из... Ну, последний пункт, который, в принципе, есть. Опять же, мы недавно только про это говорили. Очень частые вопросы были на агротехнику. И даже в этом году, на досрочном экзамене, был вопрос на агротехнику. Конечно же. Да. То есть, поэтому агротехника непосредственно и очень важная часть как раз-таки всех моментов, связанных с ЕГЭ. Конечно, угадать, какую тему там будет, мы не можем. Но, тем не менее, я вам большую часть тех заданий, которые могут встретиться, я вам дал еще тогда. Итак, почему для получения хорошего урожая сходы свеклы и моркови нужно прореживать? Первое. Свекла и морковь – это корнеплоды. Второе. Они требуют большое количество, большое число, так сказать, почвы. Да, то есть, большую поверхность почвы. Вы должны... Во вашем ответе обязательно должна быть фраза «Вы должны уменьшить внутривидовую конкуренцию». Это первое. Второе. Ваши свекла и морковь будут увеличиваться в размер. Вот и все. Второй вопрос. Какие удобрения вносит фермер в почву для выращивания огурцов и лука? Фермер в почву для выращивания огурцов и лука. Этот вопрос тоже мы с вами говорили, и я даже нашел ошибку, да, в ответе на этот вопрос, который был взят мной из методички. Поэтому я этот вопрос взял именно сюда. Первое. Огурцы – это плоды, да, а раз это плоды, то для того, чтобы развивались нормальные плоды, необходим калий. Калийное удобрение. Лук. Лук – это корнеплод. Ой, луковица. То есть, подземный видоизмененный побег. Подземный видоизменный побег. Не корнеплод. Вот прям вот, вот, надо выкинуть язык, что называется. И раз я так ошибся, помыть, это как ее, рот с мылом, да, потому что что-то прям ботаник назвал лук корнеплодом. А, страшно. Ну ладно. Поэтому не называйте лук корнеплодом. Лук – это видоизмененный подземный побег луковицы, да. А раз это подземная все-таки часть, для развития подземных частей необходимо использовать соединение фосфора. Фосфор – для подземной части, калий – для плодов, азот – для того, чтобы увеличить зелень. Вот так. То есть, вот это, в принципе, такие, ну, традиционные такие моменты. То есть, ну, смотрите, этот вопрос уже на знание. Здесь просто так не выкрутишься, да. Вы можете сказать, ой, минеральные, органические. Вы можете писать целую кучу, написать целое сочинение и не попасть, да. Тут прям четко надо, да. Огурцы и лук. Ну и последний вопросик. Многие декоративные кустарники ежегодно обрезают. Объясните, с какой целью приводят данную операцию. Здесь нужно написать первый момент, который приходит на ум, я думаю, всем вам. Это формирование кроны. Конечно же, да. То есть, когда вы выращиваете какое бы то ни было растение, вам необходимо придать ему определенную форму кроны. Либо это дерево высокое, либо это какой-то кустарничек. Да, то есть, что-то из этого. Поэтому там все это нужно делать. Так, это первое. А второе, с какой целью проводят данную операцию. Какая-то, как сказать-то. Как ее проводят? Как ее проводят? То есть, когда, когда вы обрезаете верхушечную почку, то есть, верхние части, то у вас начинают расти боковые почки, тем самым, как бы, ваш один побег разделяется на две части. Все. Таким образом, вы можете контролировать форму вашего будущего побега. Вообще, в принципе, те, кому интересно ботаника, садоводство и все остальное, можете просто загуглить сады Версаля. Вот вообще, всю теорию о том, как обрезать декоративные кустарники написал один французский садовод, который всю жизнь работал в королевских садах Людовика XIV, именно в Версале. Потому что Версаль построил Людовик XIV как типа «О, это мой личный городок, в котором будет все идеально». И вот как раз этот садовод разработал целую методику о том, как правильно обрезать растения и придавать им различную форму. Посмотрите на те деревья, которые растут, те кустарники, которые там растут, это просто божественно. Это шикарно. Для того, чтобы это сделать, необходимы долгие годы усердного труда. Действительно, это, конечно, очень-очень-очень круто. Ладно, все, на этом, в принципе, моя подборочка закончена. Вторая часть этой подборочки вас ожидает на семинаре, поэтому все приходите. У нас будет, как вы видите, практика, практика и только практика, помочь у вас различными заданиями, которые были не так давно, ну и которые были, наверное, очень давно. Вот, все, давайте, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok